Кучи, 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 Кучи Всем привет, друзья! Меня зовут Аня. Во-первых, хочу поздравить вас еще раз всех с Новым Годом. Если вы не видели поздравительное видео, то оставлю вам ссылку в описании. И также хочу сказать, что это мое первое видео в 2017 году. Аж не верится, что уже 2017 год, и в этом году мне исполнится 16 лет. Это вообще жесть. И в этом году я поступлю в 11 класс, но сегодня не об этом. Я сегодня хочу рассказать вещи, которые мне нравились, в принципе, за этот месяц и за этот год. Одежду, музыку, немного про фильмы расскажу. И немножко, конечно, косметики. Так что не буду тянуть, и начну уже с того, что на мне. Это искусственный полушубок. И нашла эту шубу в Страдивариусе. И я, когда ее увидела, я просто влюбилась, потому что, во-первых, зеленый, болотный такой зеленый цвет. В принципе, меня вот что-то в этом году потянуло на все такое бежевое, болотное, коричневое. Так что вот эта шуба моя просто любовь. А, кстати, ребята, вы заметили, что я снимаю в новом помещении? Почему бы не изменить фон и не попробовать что-то новенькое? Скажите, как вам? Нравится ли такая атмосфера? Давно хотела вам рассказать про сумочку, которую мне привезла подруга. Двоякое к ней мнение, потому что, на самом деле, выглядит она, конечно, очень красиво. Но она огромная сама по себе, но вообще не вместительная. Для красоты, пожалуйста. Классная. Также хочу показать две полупрозрачные кофточки. Это вот такая кружевная. Pinky Collection. И еще одна кофточка, тоже такая полупрозрачная. Я ее купила в Бершке. Чем она мне подцепила? Это вот этим орнаментом, похожим чем-то на украинский орнамент. Понравилась вот эта вышивка, тем более она сейчас входит в безумный тренд. Я тоже себе недавно хотела купить юбку, но так и не купила. Обожаю вот такие рукава, кстати. Эти предыдущие кофточки тоже такие клешеные рукава. Вот этот свершот. Я не помню, где я его купила, потому что вот что написано на этикетке. Мне понравилось тем, что она вот прям под горлышком. Написано back to... Просто типа назад в... Во что-то непонятное. Безумно теплое, она меня согревала этой зимой. И сейчас согревает, потому что сейчас жуткая метель. Просто расскажу про последнюю вещь. Это жинцы с вышивкой. Во-первых, мне нравится их цвет. Потертый немножечко, особенно вот тут, вот сзади вообще. Оборванный, обдертый. Очень мне нравится то, что внизу они не зауженные, а немножечко холешенные. Я их купила на Мальте в магазине Билу. Такую вещь я купила в бодишоп, вроде бы, в Аномальте, когда я была. Ты просто вот так вот брызгаешь на себя, и появляются мелкие блесточки. Эту штуку можно наносить на любые части тела, даже на лицо иногда, когда хочется прям жуткого праздника. Также хочу рассказать про вот эти жидкие тени. Это фирма Adior. Эти тени мне кто-то когда-то подарил, и они сейчас, кстати, на мне. Также хочу рассказать немного про фильмы, которые я просмотрела в этом году, и мне безумно понравились. Это Oculus. Просто помешанный человек на страшилках. Я обожаю классные реально страшилки, не просто там какую-то резину, а вот реально прикольно с каким-то смыслом. Во-первых, очень оригинально. Зеркала — это, конечно, та тема, которая очень часто встречается в страшилках всяких. Но вот именно в таком виде преподать это зеркало, и самое главное, и самое важное в этом фильме, то, что меня реально зацепило, это то, что хэппи-энда не было. Плохой энд вообще, и я просто сидела, потом пять минут смотрела в чёрный экран, втыкала, и вообще пыталась понять, что к чему и о чём. То, что прям понравился этот фильм, я просто его озвучила, поэтому это как бы такая моя небольшая гордость. Он называется «Крампус. Выкрадай через два» именно на украинском языке. Я там озвучиваю такую полную сестру, наглую такую, и вот реально никто не узнаёт мой голос. Я не могу понять, почему. Я свой голос прекрасно знаю. А никто, даже моя мама, вообще ни разу не узнала мой голос. Если вам интересно, обязательно оставлю ссылку в описании на этот фильм. Мне, в принципе, нравится всё, что касается киноиндустрии. Мне нравится озвучивать, записывать, сниматься — всё. И я всегда за каких-то творческих проектов. Если среди вас есть люди, которые снимают какое-то кино, снимают короткометражки, фильмы, выщите актрису... Что немаловажно в этом году, в этом месяце — это музыка. Потому что для меня этот месяц был не очень весёл. Музыка меня действительно всегда спасала, помогала мне, поднимала настроение. Спасибо. Спасибо, не надо. В общем, я недавно наткнулась на такую девушку, которая победила в Америке, а имеет талант. И её зовут Грейс Вандерволл. Песни про такие, как бы, банальные вещи, но они сказаны настолько нежно, настолько трепетно. В этом месяце я подсела безумно на Замфиру. Переслушала практически все её песни. В основном мне очень понравились знак «Бесконечность». Ещё одна безумно крутая песня «Пианобой родинки». Это просто настолько девчачья такая. В общем, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы узнали чуть-чуть больше обо мне. Пишите, что вам понравилось из тех вещей, про которых я вам сегодня рассказала. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok